И вот такие вот красоты. И птички поют. Друзья мои, а я хочу вам рассказать о пользе ходьбы. И не с точки зрения, что ходьба накачивает наши мышцы, гоняет кровь, и для здоровья это здорово. А вот для здоровья на самом деле, что здесь играет первостепенное значение? А первостепенное значение, оказывается, играет пересечение нашим телом линий электромагнитного поля Земли. Вот, магнитного поля Земли. То есть магнитное поле Земли имеет определенную индукцию В, и при пересечении, поскольку тело проводник, в нашем теле наводятся индукционные токи. А что такое индукционные токи? Это и есть оживительная сила, которая движет все в нашем организме. Она заряжает клетки до определенного потенциала. Потенциал между мембраной и ядром является определяющим для метаболизма клетки. Так что, дорогие друзья, ходите пешком, пересекайте линии электромагнитного поля Земли. Чем быстрее вы ходите, тем больше силовых линий пересекаете, соответственно, тем больше индукционные токи внутри организма. Но не перестарайтесь без фанатизма. Окей, пойду более быстрым шагом. Не только человек использует индукционные токи для того, чтобы повысить свою энергию, свое здоровье увеличить. Но и растительный мир, даже растения, это не чуждо. А как же растения могут пересекать линии магнитного поля? Голуби запросто, они могут подняться вверх и полететь. А что касается растений, так для этого существует ветер, который колышет эти растения. И они волей-неволей все равно пересекают линии магнитной индукции нашей планеты. И вот такие красавчики вырастают. Жизнеспособные индукционные токи приводят к тому, что растения также заряжаются, как наподобие батарейки. Плюс-минус эффекты, все метаболитические в клетке, они проявляются ярче, метаболизм усиливается. И вот эта прекрасная хризантема. Правда, несколько огорчила меня, что я увидела посаженный мной куст, ополовинен варварским способом. А вот и кошка, она сидела, грелась на солнышке, а теперь пошла увеличивать свои индукционные токи и заряд клеточек. А это наш клен, который мы посадили. Видите, как он прекрасен осенью. А я желаю вам здоровья! Спасибо.